друзья всем привет с вами снова андрей с новым рассказом афганистан поехали далеко не каждый путешественник может похвастаться наличием афганистана в списке его посещенных стран непрекращающаяся с конца семидесятых гражданская война делает афганистан одной из самых опасных стран для туризма посещение его связано с огромным риском для жизни на который идут только особо отмороженные трипстеры по сути это лотерея может повезти а может и нет но сами по себе афганцы очень гостеприимные люди и побывать в этой стране конечно же стоит афганистан своего рода заповедник средневековой культуры которая сохранилась благодаря изоляции и отсутствию туризма я пока еще не добрался до этой загадочной восточной страны но смог сделать несколько фотографий ее сел и жителей если вы мечтаете увидеть афганистан но боитесь туда ехать то единственный путь это сделать прокатиться на машине по памирскому тракту вдоль афгана таджикской границы эти две страны разделяет узкая полоска реки пянш длина границы таджикистана с афганистаном составляет 1344 километра и большая ее часть проходит по реке 1135 километров памирский тракт связь связывает душанбе и ош почти половина пути проходит по ущелью реки пянш когда едешь по этой дороге становишься невольным зрителем жизни в приграничных афганских поселках вот школьники возвращаются после уроков домой пешком девушки идут отдельно от парней вот мужья со своими женами едут в соседний поселок на мопедах дороги на афганской стороне в отличие от таджикской практически нет не уверен что по ней поехал бы автомобиль уровень жизни в афганистане разительно отличается от того как живут их соседи но и их не больше не обошли стороной блага цивилизации на многих домах установлены спутниковые антенны своего электричества в этом районе нет она импортируется из таджикистана но все же большая часть домов не подключена к электросетям на крышах домов иногда можно заметить солнечные панели которые за день накапливают электроэнергию достаточную для освещения дома в темное время суток афганистан вовсе не находится в изоляции как это может показаться между ним и таджикистаном налажены тесные отношения и работают международные кпп более того люди живущие по разным берегам пянджа на самом деле являются одним народом который когда-то был разделен границей также по субботам в крупных городах на памирском тракте таких как харок работают рынки где таджики и афганцы обмениваются товарами они организуются на мостах куда может попасть любой желающий с той или другой стороны но дальше противоположного конца выйти уже не может афганцы покупают у таджиков китайскую посуду и другие другой самодельный ширпотреб а таджики у афганцев шерстяную одежду и косметику друзья на этом все спасибо что смотрели это видео до встречи в следующих выпусках удачи вам и пока